У меня, кстати, всегда есть несколько вариантов. Вот абсолютно всегда, в любой ситуации, как бы плохо не было, как бы хорошо не было, у меня всего лишь два варианта. Это первое – добиться, второе – добиться. Вариантов больше других у меня нет. И никогда не было. И я себе просто и не даю других вариантов. Я понимаю, что я в любом случае этого добьюсь. В любой сфере, вот чего бы там ни было, вот если я себе поставлю за цель, задачу, я это добьюсь. Я выучу там язык какой-то, я разберусь в каком-то вопросе. Вот если нужно будет, я это сделаю. Добиться либо добиться, вариантов других нет. Я считаю, не нужно вообще, в принципе, как-то рассматривать другие варианты. Для себя, я за себя говорю. Для меня тяжело построить мысль, ну не мысль, а как-то сделать умозаключение в голове и прийти к выводу, почему человек живет в одном и том же на протяжении всей жизни, на протяжении 10 лет. Я, вот уже мне 20 сколько, 29 лет получается. И я все время в детстве, вот когда еще там, скажем так, у меня не было паспорта, вот когда ты еще сам себе полностью не дозволен, не позволен, у меня, я всегда ждал вот этого периода, потому что ну в окружении, знаешь, всякие там сверстники, у кого-то лучше жизнь, у кого-то хуже жизнь, ну там в смысле это родители обеспечивают, не обеспечивают, насколько обеспеченные родители. И я всегда ждал этого момента, когда наступит там сколько там, 20-22, ну когда человек действительно себя проявит, ну когда родители отпустили и все, и вот он уже все, то, что он из себя представляет, вот это вот оно и есть. Я дожил до того возраста, когда я вижу уже сверстников, что кто из себя представляет, и я могу сказать, вот знаешь, вот положа руку на сердце, скорее всего, через 20 лет будет с ним, ну все то же самое. Ну в смысле, понятно, что все ухудшится, но он другую, он сферу не поменяет деятельности. По привычкам вряд ли у него что-то изменится. То есть, знаешь, вот такая трансформация людей, я тебе вот серьезно говорю, за весь период жизни, в которой я живу на этой планете, я очень мало трансформаций видел, очень мало, очень мало. А мне бы хотелось бы больше этого, знаешь, ну хотелось бы, просто хотелось бы больше показательных примеров, на кого я хочу ориентироваться. Все мои примеры, они в книжках или в каких-то там фильмах, и очень мало людей, которые, вот, а биография, вот, которую прям биографию, ты смотришь, думаешь, вот это я хочу так мыслить, я хочу, я хочу подобных результатов добиться. Ну вот, знаешь, вот такая мотивация, вот такая хорошая, крутая, нормальная мотивация. А нет, ну вот у меня нету такого. Наставника, хочется наставника, а нету, нету. Вот в какой-то период, знаешь, доходишь, либо тот наставник, который реально тебя прет, ну вот, у которого ты хочешь учиться, либо он так далеко, тебе еще до него очень так, ну, короче, тебе до него далеко, его заинтересовать, как-то обратить на себя внимание. Либо те, которые раньше были для тебя наставниками, они настолько далеко назад, сзади, в плане того, что, ну, не развиваются, знаешь, ты там добился уже каких-то результатов и пошел дальше. И это нормально, пошел дальше, и дальше добиваешься, добиться или добиться. Все, вариантов других нету. И зачем, зачем себя настраивать на второй вариант? Потому что, понимаешь, вот почему я себя так ставлю? Потому что я понимаю, что если у меня будет вариант чего-то не делать, я не буду этого делать. Потому что если он у меня есть, я себе просто вот в голове объясняю, почему мне это, допустим, не нужно делать. Вот потому, потому-то я это и не делаю. И там, где у меня есть вариант какой-то, то, собственно, этого и не происходит в моей жизни. Я для себя принял решение, будешь, ну, как бы там ни было, знаешь, как бы там ни было, я в любом случае буду постоянно чего-то добиваться. Невозможно добиваться чего-то без панического настроения, без какого-то депрессняка, без какого-то, ну, вот, постоянно на позитиве. Это, конечно, мне хоть, ну, вообще надо этому научиться, да, на позитиве, бомбить на позитиве. Но я для своего позитива, вот лично для своего, я чувствую, что мне нужен фундамент для этого. Потому что, знаешь, я сейчас уже, по-моему, по-моему, если, я уже очень многого чего добился. Вот, по-моему, я не сравниваю себя ни с кем, и не надо себя ни с кем сравнивать. Для себя я отдаю отчет, что я очень много чего добился, и я понимаю, что мне еще предстоит очень-очень многого чего добиться. И я не буду, допустим, в постоянно таком формате, ну, полностью отдаваться там каким-то достижениям, какому-то, ну, обогащению, каким-то там, ну, благом. Понимаешь? Вот, допустим, там купить нечто, ты его раз купил, и оно у тебя есть. Отложить там нечто, ты его отложил, и у тебя это есть. Ты постоянно идешь, 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 идешь наверх. Ну, в смысле, каждый раз все выше и выше ступаешь. И ты постоянно развиваешься, постоянно чего-то добиваешься. Для меня страшный сон – это перестать, перестать стремиться к чему-то. Ты знаешь, вот я, наверное, в жесткую депрессуху попаду. Я не знаю, я в депрессухе как таковой не был. Ну, знаешь, там есть хронические какие-то депрессии. Я просто когда говорю, типа, депрессуха, это, типа, ну, приуныл, сел и приуныл чуть. Такой прям клинической депрессии, я не знаю. Ну, слава богу, я не знаю этого. Я особо не углублялся в вопрос. Ну, мне кажется, это все нашифровано. Ну, и я тоже могу сейчас себя, знаешь, вогнать в какую-то жесткую депрессию. Если мне будет не хватать внимания, я буду понимать, что благодаря этому я привлеку к себе внимание. Ну, ладно, я за клиническую, опять же, не говорю ничего. Я не понимаю, по-моему, в этом нифига. Ну, короче, в том плане, что добиться либо добиться. И хочу видеть таких же людей вокруг себя. И я вижу, и меня, знаешь, реально сейчас и, в принципе, и окружают такие люди, которые добиваются, добиваются постоянно чего-то, не останавливаются. Есть период, мне кажется, я не знаю, у каждого разный период, но мне кажется, что он где-то находится на рубеже 20, там, 25, 30. Вот когда, знаешь, ну, ты еще ребенок, тебя отпустили, и ты потом, как бы, тебя опустили такой, беги. И ты пытаешься бежать, там, и кто-то падает, и там, и отлеживается, дальше не встает. А кто-то поднимается. Меньшинство таких, и они начинают жить своей жизнью, бомбить, начинают добиваться чего-то, стремиться. Им постоянно мало, а это нормально мало. У них какие-то комплексы. Это круто, когда у чувака комплексы, или у подруги, это круто. Если у него есть комплексы, он работает над собой, работает над каким-то, ну, если бы были кто-то из великих людей без комплексов, то их бы не существовало таких, потому что это постоянная борьба с собой. А получится, не получится, а сделаешь, не сделаешь. Знаешь, когда ты начинаешь жить в таком русле, сам себе доказывать. Кому-то доказать, ты, во-первых, есть вероятность тому, что ты никогда никому ничего не докажешь, потому что просто, просто у кого-то может быть такое отношение к тебе, негативное, и ты ничего не можешь поменять. Либо ты можешь очень быстро всем доказать, и тогда ты сам такой сядешь и думаешь, ага, окей, а что мне дальше делать? Что делать? Я же вроде все сделал, хотел такой нос утереть, и утернулся. Что? Нет, надо собой, вот собой, я считаю, что надо собой эту движуху, это все делать. Постоянно развиваться, постоянно. Ну, это, ну, не знаю, может, знаешь, мне 29, я хрен его знаю, что там, в 35, в 40. У меня там не было, я не знаю, да, ну, и, наверное, нет смысла мне об этом говорить. Что там наступает, знаешь, может, там уже просто импотенция ко всей жизни появляется. но на сегодняшний день, вот если, да, на сегодняшний день и на все прожитые дни, я могу сказать, что это самая такая эффективная штука, это добиться, либо добиться, и без вариантов. Ты прикинь, ты просыпаешься, а у тебя вариантов нет, тебе только надо добиваться, и все. Ну, на шаг выше становиться, на шаг расти, 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 выше и выше, лучше и лучше, качественнее, качественнее. Все без вариантов других. А потом так оборачиваешься, смотришь, такой, окей, нифига себе, вот это да, вот это да, вот столько всего я добился. Это классно, так повернуться обратно, посмотреть, думаешь, да, классно, классно себя похвалить, классно ощутить. Знаешь, но это такое маленькое состояние, ну, там оно мимолетное, ну, окей, ощутил, ощутил, ты там никак, я не знаю, там, ну, короче, ощутил и ощутил, окей. А потом ты опять просто ныряешь в любимое какое-то свое дело, в любимое, по-другому просто и без вариантов. Если не в любимое, ну, ты неделю поделаешь, это, ну, полторы, две, ну, месяц, ты потом с ума начнешь сходить, ты деградировать будешь, ты не захочешь ничего в жизни. Любимое дело, да, и заниматься им, и на любимом, вот поприще, на этом, конечно, и круто добиваться. Вариант один, добиваться, либо добиваться. А как ты думаешь, напиши в комментах, вот, есть ли вариант еще другой, и как, какому ты следуешь плану действия по жизни. Вот, я такому, а ты?